Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинская область готова к получению вакцины Pfizer-BioNTech. Морозильные камеры представили вице-премьеру Казахстана Яралы Тукжанову в ходе рабочей поездки в регион. В Караганде обсудили концепцию антикоррупционной политики на следующие пять лет. Ее реализация повысит уровень открытости и прозрачности государственных органов. В Карагандинском университете собрались лучшие дебатеры страны. Республиканский дебатный турнир Кубок независимости прошел в преддверии главного праздника страны. В третьей декаде ноября в Карагандинской области начнется ревакцинация от коронавирусной инфекции. Врачи советуют перекрестную иммунизацию. В чем ее преимущество, рассказали специалисты в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Пандемия коронавирусной инфекции продолжается по всему миру. Появляются все новые штаммы. Повторная вакцинация позволит обрести достаточный уровень антител, чтобы защитить организм. В Казахстане ревакцинация будет проходить на добровольной основе. Все прививки бесплатные. Если первая, например, была векторная вакцина, то второй раз лучше использовать, конечно, вакцину инактивированную или, например, другие вакцины, так как перекрестная именно вакцинация, создаст более сильный иммунитет организме. Сроки повторной иммунизации варьируются от 6 до 9 месяцев после получения обеих доз. Это зависит от вакцины, которая была получена в первый раз. После спутника ВИ нужно выждать 9 месяцев, в остальных случаях 6. А иммунитет после вакцинации, он будет сохраняться в зависимости еще раз от того, какую вакцину он получил. И после получения ревакцинации, его проводят один раз, у человека будет в течение длительного времени, может быть, это 9 месяцев, где-то это 6 месяцев, и будет именно в организме антитела. То бишь, он будет защищен от встречи с каким-то другим вирусом. Если попадет вирус в организм, то так как организм вооруженный уже опасен для вируса, то, в принципе, он уже может не заразиться. Ревакцинироваться прежде всего рекомендуют людям, находящимся в группе риска. Это медики, педагоги, сотрудники силовых структур и работающие в сфере услуг. Особенно показана ревакцинация людям старше 60 лет. Противопоказанием является лишь сильнейшая аллергическая реакция после первой прививки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область готова к получению вакцины Pfizer-BioNTech. В регионе при спонсорской помощи компании «Артелор Миттал Тимиртал» приобрели 97 специальных морозильных камер для перевозки и хранения препарата. Морозильные камеры представили вице-премьеру Казахстана Яралы Тукжанову в ходе рабочей поездки в регион. Большой морозильник, объемом 528 литров. Веомедицинский морозильник глубокой заморозки морозит от минус 40 до минус 86 градусов. Приобретено 54 портативных термоконтейнера для транспортировки вакцины и 43 морозильные камеры для ее хранения. Каждый из контейнеров оснащен GPS-трекером. Оборудование позволит транспортировать и хранить вакцину при необходимой температуре до минус 86 градусов по Цельсию. При таких условиях препарат сохраняет свои свойства до полугода. Морозильные камеры получат областной вакцинный склад, а также центры вакцинации во всех городах и районах региона. Карагандинский регион сегодня фактически полностью обеспечен морозильниками для хранения вакцины Pfizer. Поэтому областные центры уже обеспечены поставкой. Но необходимо сегодня обеспечить дальше по крупным городам. В Карагандинском регионе у нас очень много таких крупных городов, как Дисказган, город Тимиртау, Балхаш. И, безусловно, необходимо обеспечение такими холодильниками и районами центра. Потому что сохранение именно требований по холодовой цепи, это как раз связано с такими стандартами, международным, соответствующими международным стандартам холодильники такого типа Pfizer. Поэтому сегодня регион уже, считаю, готов к приему необходимых объемов вакцин, которые будут оставляться. Вице-премьер в рамках рабочей поездки также провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам эпидемиологической ситуации. Ярал Итукжанов отметил, что обстановка в регионе стабильная. С августа этого года заболеваемость COVID-19 снизилась в 8 раз. На совещании о Кимобласти Жанинск-Касымбек доложил о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вице-премьер поручил местным властям усилить работу по охвату вакцинации населения, а также обеспечить соблюдение карантинных мер в школах для недопущения роста заболеваемости среди несовершеннолетних. Кроме того, Ярал Итукжанов посетил областной онкологический центр, где возводится пристройка операционного блока. На территории медучреждения также планируется по государственно-частному партнерству строительство позитронно-эмиссионного центра и пристройки с линейным ускорителем для диагностики и лечения онкобольных. Вице-премьер ознакомился с реализацией проектов по дорожной карте занятости. Он побывал на месте строительства новой школы на 600 мест и в школе дополнительного образования, здание которой капитально отремонтировали. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вице-премьер Ярал Итукжанов также посетил сельские районы области, где он ознакомился с реализацией программы АОЛ Ельбисыга. Программа направлена на повышение качества жизни на селе. До 2025 года предполагается охватить ею 80% сельских жителей страны. Ярал Итукжанов с Акимом Карагандинской области с Женисом Касымбеком посетили Нуринский и Осакаровский районы, где ознакомились с возведенными и строящимися объектами, побывали в учреждениях образования, здравоохранения и на других объектах социальной инфраструктуры. В этом году в Нуринском районе отремонтировали дороги в четырех селах и двух поселках. Провели реконструкцию парка отдыха. Эта программа, она каждый год какие-то 2-3 населенных пункта в районе, где заходит эта программа и комплексно решаются все вопросы. Вопросы, значит, дорог поселков, сельских, вопросы освещения, улиц, вопросы ремонта, значит, школ, детских садов, то есть всех объектов соцкульпыта. В поселке Нура Ярал Итукжанов осмотрел обновленный парк, где есть возможность провести свой досуг и взрослым, и детям. Его отремонтировали по АОЛ Ельбисегэ. Улучшать дороги в Нуринском районе помогает и программа Нурлыжол. Начата реконструкция трассы Нура-Шахтерская-Прыжевальская протяженностью 20 километров. Завершат работы в 22-м году. По Нуринскому району я видел дороги сейчас до поселка Шахтерск. Там 20 километров осталось. Внутренние дороги тоже сделаны. То есть главный вопрос же это, вопрос инфраструктуры. Кроме этого, сколько социальных объектов вы об этом сейчас видели. Поэтому, безусловно, есть объекты, которые имеют сегодня переходящее значение и на следующий год. Поэтому программа продолжается. И в это направление, конечно, дальше будем вести эту работу. Вице-премьер побывал и в поселке Молодежном Осакаровского района. Здесь привели в порядок 18 улиц. Начали ремонтировать спортивный комплекс, школу и культурно-досуговый центр. Всего в Карагандинской области аул Ельбе-Сеге реализуется в 179 селах. По плану будет построено и модернизировано 140 объектов. В этом году на реализацию 60 проектов выделено свыше 6 миллиардов тенге. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде обсудили концепцию антикоррупционной политики на следующие 5 лет. По мнению разработчиков, ее реализация повысит уровень открытости и прозрачности государственных органов, усилит потенциал общественного контроля, сократит системные коррупционные риски. В последние годы основной акцент в борьбе с коррупцией был смещен в сторону предупредительных мер. И эта работа уже дает положительный результат, отмечают борцы с коррупцией. Однако коррупционеры находят новые лазейки в законодательстве для совершения правонарушения. На днях казахстанской общественности представили концепцию антикоррупционной политики на следующие 5 лет. Создан специальный сайт Adal.com.kz, где собираются предложения наших граждан на общественных формированиях экспертов бизнес-сообщества. Эти предложения учитываются при разработке концепции. И были учтены, и также будут учитываться. Также был учтен и передовой зарубежный опыт международной стандарты через призву наших сильных и слабых сторон. Конечно же, при разработке агентство опиралось и на свою собственную практику. Итоги наших расследований, а также внешних анализов в социально-чувствительных сферах, скрывшие системные проблемы на всех уровнях управления, лежат в основе выработанных мер. В ходе обсуждения особое внимание было обращено на минимизацию участия государства в деятельности бизнеса. В концепции закладываются меры стимулирования предпринимателей к внедрению антикоррупционных стандартов. В документе озвучены практически все коррупционные риски. Высокий уровень участия государства в экономике, административные барьеры дискрепционной нормы, недостаточность транспирантности, отсутствие понятеного аппарата, прахи обязанностей граждан, коррупционные риски в судах, недостаточность превенции политической коррупции, незаинтересованность госорганов, искоренение коррупции, несовершенствия механизмов содействия с обществом. Это текущие проблемы, которые сейчас в рамках данной предложенной концепции должны решаться. В целом, выработанные подходы по развитию антикоррупционной политики направлены на минимизацию коррупции путем контроля за соответствием расходов и доходов госслужащих, обеспечения транспарентности бюджетных процессов. Сегодняшняя презентация позволит нам детально ознакомиться с введением антикоррупционной политики на ближайшие пять лет. Поэтому в целях повышения эффективности и качества планированной работы сегодня мы призываем активных граждан, представителей общественности, государственных служащих внести свою лепту в перспективу развития антикоррупционной политики нашей страны, озвучив имеющиеся предложения и рекомендации. В областной антикоррупционной службе уверены, реализация новой концепции повысит уровень открытости и прозрачности государственных органов, усилит потенциал общественного контроля, сократит системные коррупционные риски. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском университете собрались лучшие дебатеры страны. Карагандинское объединение организовало дебатный турнир в преддверии Дня независимости. Свыше 30 команд высших учебных заведений Казахстана приняли участие в республиканском дебатном турнире, получившем название «Кубок независимости». Главный организатор мероприятия – объединение дебатеров Караганды при поддержке управления по вопросам молодежной политики. Содействие оказал университет имени Букетова. Организаторы заявляют, что турнир собрал лучших дебатеров. «Главная цель и задача данного турнира – это популяризация дебатов среди молодежи, формирование культуры, диалога среди студенческой молодежи. Общий призовой фонд данного турнира составляет 600 тысяч тенге, то есть это достаточно большой стимул. И при этом необходимо отметить, что проведение данных мероприятий в оффлайн-формате с соблюдением всех санитарных и карантинных мер также способствует активному вовлечению молодежи в данное движение». Сегодня в Карагандинской области действует 364 дебатных клуба. В них занимается свыше 5000 школьников и студентов. Отмечается, что дебаты – это не только турниры, но и практические раунды, обучающие лекции и воркшопы. Помимо призов, лучшему спикеру и судье турнира вручили индивидуальные награды. Александр Сарикидзе, Алмат Дархан, Андрей Дебофеев, Первый Карагандинский. Во дворце студентов Карагандинского университета имени Букетова презентовали книгу российского ученого Виктора Казадой под названием «Алихан Букиханов. Человек эпоха». Свой труд ученый посвятил биографии и деятельности видного общественно-политического деятеля Казахстана. Автором труда является Виктор Казадой. Он был вице-губернатором Новосибирской области, руководил Институтом истории Сибирского отделения Российской академии. Над этой книгой ученый усиленно работал с 2019 года. За это время им проведена большая исследовательская работа в архивах России и Казахстана. Введены в научный оборот целый ряд документов, ранее не использованных исследователями. Книга была издана в Новосибирске. Виктор Казадой отметил, что название книги «Алихан Букиханов. Человек эпоха» не случайно. Мы говорим, что эпоха Пушкина, эпоха Шекспира, эпоха еще какого-то чума. Вот здесь, я считаю, на полном основании можно говорить о эпохе Букиханова, потому что эпоха активная, общественно-политическая деятельность, научная деятельность. Она началась в этот период времени, как раз окончание, по сути дела, годами жизни. А в широком смысле, я рассматриваю, это до 1991 года, до обретения независимости, до суверенности Казахстана, потому что «Алихан Букиханов», это, конечно, во многом заложилось в возрождение традиций казахских государств. Цель нынешнего исследования – изучение политической биографии Алихана Букиханова с точки зрения общеисторических реалий конца 19-го, начала 20-го веков. Выявление социально-политических аспектов становления его как лидера, отметил ученый. В ходе презентации было отмечено, что Виктор Казадой занимался исследованием по собственной инициативе, а это означает, что его труд наиболее объективен. Викторе Ивановичу удалось проделать замечательный научный труд, за которым мы должны восторгаться, за которым мы должны сказать Викторе Ивановичу искренне большое спасибо. Более того, Виктор Иванович был известен и тем, что он живо интересуется, скажем, историей Казахстана, он является сторонником, скажем, укрепления казахско-российской дружбы. Он всегда говорит, что почти 7,5 тысячная граница, самая длинная в мире, которая находится на границе казахско-российской, должна превратиться в границу мира и сотрудничества. Автор работал в архивах двух государствах – России и Казахстана, 10 городов, 12 архивов. Начиная с Санкт-Петербурга, Москвы, в основном, города, связанные с жизнедеятельностью Алихана Букихана – Самаре, Омске, Томске, Павлодаре, Семее Алматы. Стоит отметить, что Виктор Иванович Казадой является видным российским ученым-историком, который поддерживает тесные контакты с научным сообществом Казахстана. Его авторству принадлежит более 50 научных и учебно-методических работ. Далее о спорте. В минувшие выходные состоялась карагандинская дерби. Хоккейный клуб «Тимиртау» принимал команду «Сарарка». В обоих матчах «Сарарка» выиграла. И если в первой встрече «Тимиртаусы» боролись до последнего, уступив лишь в овертайме, то во втором матче они проиграли карагандинцам с разгромным счетом 0-8. Первая 20-минутка прошла полностью под диктовку карагандинской ледовой дружины. На пятой минуте Иван Безруков вывел «Орлов» вперед. Немногим позже Кирилл Кожевников удвоил преимущество. На перерыв команду шли при счете 0-2 в пользу «Сарарки». Во второй половине второго периода игроки «Сарарки» воспользовались большинством. Играя в формате 5 на 3, Саян Данияр увеличил преимущество карагандинцев. А затем Михаил Рахманов довел отрыв до неприличного – 0-4 после двух периодов. В заключительной трети матча рисунок игры не изменился. На экваторе периода Андрей Яковлев забросил пятую шайбу. А спустя несколько секунд Никита Анохин отметился броском из-за синей линии. В концовке матча «Орлы» забросили еще две безответные шайбы. Отличились Степан Грымзин и Саян Данияр. Тимиртаусам не удалось забросить ни одной шайбы в ворота «Сарарки». 0-8 – уверенная победа карагандинцев. У меня была хорошая атмосфера, пришли зрители. Сегодня больше пришло, чем вчера. И я считаю, что мы две команды одной системы. И хорошие ребята вчера и в Тимиртау хорошо, неплохо ребята играли. Мы всех смотрим, всех просматриваем. И какие-то определенные выводы делаем. И двери «Сарарки» открыты для игроков в Тимиртау в том числе. И они развиваются здесь. И, конечно, хороший праздник хоккея, я считаю, получился здесь, в Тимиртау. Хорошая игра. Вся команда вышла заряжена на борьбу, биться. Отдавались полностью от этого и забили все свои моменты, можно сказать. Но все равно надо улучшать свою игру и над чем мы будем работать. После недельного перерыва карагандинские хоккеисты проведут домашнюю серию игр. 9 ноября «Сарарка» будет принимать команду «Октубе». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго.